Всем привет! Сегодня я расскажу о некоторых полезных мелочах от компании Stonfa. Это новинки 2018 года, и раньше этого не было у нас. Достаточно интересно и весьма полезно. Во-первых, вещь, которая нужна всем любителям ловли на бомбарду, это протяжка для лески. Очень часто бывает такая проблема, что мокрая леска не очень хорошо пропихивается через бомбарду. Тут ничего удивительного нет, она просто залипает внутри. Это несложный предмет, протяжка с петелькой, которая достаточно крепко фиксирует леску и нормально протаскивает ее через трубку бомбарда. Защищается при транспортировке пластиковой трубкой, то есть сломать достаточно сложно, а использовать очень легко. Еще ряд вещей, можно объединить их в одну группу, это ретриверы. Два ретривера пружинных классических с креплением в виде булавки и карабином, на который пристегивается клипсер, например, для кусывания лески или какой-нибудь еще мелкий рыболовный инструмент. В общем, цепляется к жилетке или куртке, достаточно удобный и легкий. В принципе, сколько? 30 сантиметров спокойно дает работать с мелким инструментом. Версия ретривера на две пружины, тоже на булавке, также цепляется к жилетке или другой одежде. Еще здесь приклеена пенка, в принципе, это больше на холостовиков касается, сюда можно цеплять мушки в количестве штук, наверное, пяти, не больше. Но это именно те, которые используются непосредственно во время рыбалки. И достаточно интересная вариация ретривера – это магнитный ретривер, который, кстати, достаточно жесткий магнит, в нем встроен. То есть потерять достаточно сложно то, что будет висеть на ретривере. Поэтому советую приобрести. Очень полезная штука. И, в принципе, имея несколько таких ретриверов на жилетке, можно очень облегчить себе день на рыбалке. На самом деле, очень удобно. Клипсер для откусывания лески, плетенки. Вот как раз он на ретривере, как правило, используется. С обратной стороны есть иголка, очень любимая на холостовиками, потому что при помощи этой иголки можно прочищать залитые лаком ушки у крючков на мухах. В принципе, и для распутывания небольших узелков тоже подойдет. Появились стримерные застежки трех размеров. Это, в принципе, не новая вещь. Она применяется в нахвости достаточно давно, но у Stonfo я вижу впервые. Достаточно толстая проволока, что говорит об их надежности. Самая маленькая застежка держит 5 килограммов. Это, кстати, очень неплохо, потому что я таких крепких застежек в таком размере не встречал. Позволяет быстро менять приманку, практически легким движением руки. То есть здесь не надо ничего расстегивать, здесь все делается крайне быстро. Для ультралайтовой ловли и ловли нахвостом вещь необходимая. Не знаю, как это назвать, но, скорее всего, это резиновый отбойник, но такой усовершенствованной формы. В отличие от привычных всем силиконовых шариков, здесь более совершенная система. С одной стороны вертлюжок плотно заходит в силиконовый трубку, с другой стороны утоншение, которое и убережет узел от разбивания грузом при забросе и посечке. Также Stonfo выпустили в этом году застежки для методных кормушек. Обычно они в комплекте с кормушками, но часто теряются, и все ищут им замену. Теперь можно сильно по этому поводу не мучиться, а купить стомповские застежки для быстрого съема поводка. Данная застежка выполняет функцию коннектора, очень похожа по своему строению на коннектор для штекерной резины. Только применяется в методной ловле для быстрой смены именно поводка, а не всей оснастки целиком. Достаточно интересная вещь. В принципе, это тоже версия отбойника для защиты узла, но это больше, конечно, применимо в спиннинге и нахвости. Это такие яркие отбойники для стримеров, которые навязаны на трубках. Но я так подозреваю, что и ультралайтовые рыбалки это может помочь. Тем более, они имеют такую яркую расцветку, что, я думаю, сойдет за полноценную приманку. То есть, если поставить неогруженную вертушку, то будет достаточно интересно смотреться. Очень интересная вещь, я такое слышал, но в живьем увидел впервые. По сути, это поплавок, он же кормушка. Поплавок матчевый, имеет отгрузку в двух версиях, значит, 8 плюс 2 и 15 плюс 2. Соответственно, 15 граммов – это вес поплавка, 2 грамма мы довешиваем на леску. И, как утверждает производитель, он нагрузится до антенны. В чем его уникальность? В том, что в него можно насыпать опарыша. В первую очередь, здесь идет о живом компоненте речь. Здесь есть полость, в которой засыпается опарыш. Потом несложным поворотом она закрывается. И в процессе рыбалки опарыш постепенно выпадает из тела поплавка, прикармливает точку лога. То есть идея очень хорошая. Подача прикормки постоянно, и рыба, я думаю, как-то будет откликаться на это. Очень хочется попробовать. На самом деле, мысли о таком уже были. Недаром со штекерной чашки кормят сверху живым компонентом. В общем, все то же самое, только с большими трудозатратами. У восьмерки емкость самой вот этой капсулы, назовем ее, средней. У 15-граммового поплавка она достаточно большая. То есть объем опарыша, наверное, стандартная банка, которая продается в магазине, сюда поместится. Также поплавок этот можно оснастить светлячком и ловить ночью. Для этого здесь специальная капсула, переходник под диаметр 3 мм на маленьком поплавке и под 4,5 мм на большом. В последнее время мне пишут и спрашивают про плавающие кормушки. Долго думал, что это такой, пока не приехал к нам вот эта замечательная вещь. Это действительно плавающая кормушка для работы, опять же, с тем же опарышем. Капсула открывается, опарыш попадает внутрь, капсула закрывается, через отверстие он постепенно оттуда попадает в воду. Единственный минус такой кормушки, что, конечно же, ветром ее будет сносить и конкретную точку ловли закормить очень сложно. То есть никаким образом она на дне не стопорится, соответственно, верховое течение любое ее будет сносить. Мне кажется, это единственный минус. Попробовать стоит. Если рыба стоит наверху, а карп так иногда делает в жаркую погоду, его даже видно, почему бы и не попробовать именно такой способ подачи насадки. И еще одна версия кормушки для работы с опарышем – это домная версия, скользящая, неглухая, с разными вариантами подгрузки от 3 граммов до 15. Я так понимаю, тут уже дистанция заброса и глубина влияет на установку того или иного груза, потому что кормушка тонущая. Тут можно несколько режимов выпадания насадки выстроить. Можно, так сказать, ускорить попадание опарыша в воду, можно заметить. Всего лишь нужно поворачивать в нужное положение эти вот окошки и регулировать этот процесс. Тоже заслуживает внимания. Очень хочется все это опробовать на наших карпах в коммерческих водоемах. Все это уже есть на прилавках нашего магазина. Можете приехать на пролетарку, убедиться сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!